Приветствую вас! Я бы рекомендовал вам сначала успокоиться и понять, что вот то, что вы делаете, то есть злоупотребляете алкоголем, то, что вы продолжаете как бы сейчас пить, это очень плохо. Дело в том, что вы ведь прекрасно видели, как и к чему приводит то, что люди пьют. Вы это видели, не могли этого не видеть, это знаете, вы прочувствовали это на себе, можно сказать, и вы видели, как, видели и видите, как алкоголь влияет на, ну, скажем так, на людей. В том числе и вы видите, как алкоголь влияет на вашу маму и на, соответственно, отчиму. Вы же не хотите быть такой же, как ваша мама, да, то есть, кодироваться там и так далее. Это первый момент. Второй момент на шеф, ага, вы пишете, вот, ваша мама закодировала, слушаем спил, так и пьет, и накричит на меня, а вроде все наладилось. Тут непонятно. Если отчим пьет, а у вас, вы пишете, что все наладилось, что именно наладилось? Что вы включаете вот в это понятие наладилось? У вас ведь обидно, а отчима есть сто процентов. И что же здесь может быть, что же здесь может быть такого, что можно назвать наладилось? Он, наверное, прорабатывает все, возможно, обиды на отчима. Понимаете, что он не кричит ни на вас, а это связано с тем, что у него у самого есть некоторые проблемы, у него у самого есть некоторые конфликты, и человек с ними справиться не может никак, никак совершенно. Это вот то, что вам необходимо понять, ну, для начала. Далее. Вы ругаетесь в парк, с которым вы встречались почти два с половиной года. Но я в этом виноват, в том, что вы ругаетесь. Почему вы вините себя в том, что вы ругаетесь в парк? В отношениях всегда ответственность несут двое. И если вы ругаетесь в парнем, то это никак не может означать, что виноваты только вы. И он отчасти тоже несет ответственность за то, что вы с ним ругаетесь. Не нужно, еще раз повторю вам, думать, что только вы виноваты в том, что это произошло. Это первое. Второе. Ага, значит, как бы, он же еще от вас не ушел. Он и еще с вами, мужчина, значит, все в ваших силах. Вы можете все исправить еще. Только нужно понять, почему вы ругаетесь. Нужно понять, что заставляет вас вступать от конфликта, какова причина конфликта. Это первое. Второе, пожалуй, мне хочется вам сказать так. Скорее всего, вы, значит, проецируете линию поведения своей мамы, значит, на вашего мужчину. То есть это происходит как? Вот у вас явно проблемы в семье, у вас явно проблемы с тем, как вы, ну, воспринимаете своих родителей, как вы воспринимаете мужчину. Кстати говоря, если отдельно разбирать именно мужчин, то здесь отношения с отцом вашим нужно разбирать отдельно. Ображение с отцом вашим, какого мужчину вы хотите для себя, какова ваша мужская, мужская, да, мужская линия поведения желательная для вас. Какова желательная модель женского поведения тоже для вас. Все вот это вот нужно разбирать, все вот это вот нужно с вами выяснять, понимаете. А алкоголь, ну, что алкоголь? Может быть он снимает боль ненадолго, да, может быть. Но вы же сами, наверное, понимаете, что это ненадолго. Что, чтобы, как бы, воспользоваться снятием боли с помощью алкоголя, нужно вновь и вновь его употреблять. А это явный путь к тому, что вы видите на примере своей мамы. Так что я думаю, вам это не нужно, потому что это не тот путь, который вы можете для себя использовать. Такое вот мое мнение будет касательно вашего вопроса. То есть терапия, разбор детско-родительских отношений, разбор личностных отношений и работа над уверенностью в себе, работа над повышением уверенности в себе. А также может быть более полное, более тонкое и качественное принятие самой себя, потому что этого у вас нет. А также, я думаю, необходим личностный рост для того, чтобы формировать у вас, как бы, необходимые качества для того, чтобы вы принимали себя, любили себя, уважали себя, ценили себя. И вот это все позволит вам устраивать нормальные отношения, нормально взаимодействовать с мужчинами и своими родителями тоже. То есть это надо пустить обиды. Ну, то есть я думаю, что здесь очень много чего вам можно порекомендовать. Это и когнитивная терапия, это и психоанализм, и разбор детско-родительских отношений, это, возможно, проработка определенных страхов. То есть достаточно много и детально с вами нужно в этих всех направлениях работать. По крайней мере, по моему мнению, если вы хотите действительно жить нормальной, счастливой, полноценной жизнью, то все это вам необходимо сделать. Ну, а если вы написали нам просто, чтобы написать, ну, все, это тогда такой ответ дат вам. Неоходимое направление для возможного самостоятельного развития, но под наблюдением психолога и под руководством и с помощью психолога это сделать будет куда легче. Другое дело, хотите ли вы этого реально, желаете ли вы этого реально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!